Эндорфины Эндорфины – это нейромедиаторы, вырабатывающиеся в головном мозге. Их часто называют гормонами счастья и радости. Эндорфин отвечает за стрессоустойчивость, снижает болевые ощущения, чувство страха и тревоги. В ситуации стресса эндорфин помогает нам сначала решить проблему, а затем расслабиться и восстановить ресурсы. Нейромедиатор синтезируется во время занятия любимым хобби – прослушивание приятной музыки, после вкусного обеда и оргазма. Способность выдерживать боль, в том числе во время родов, обусловлена именно выбросом в кровь эндорфинов. По своему эффекту они схожи с некоторыми сильными обезболивающими, но при этом безопасны. Падение уровня гормона счастья эндорфина сопровождается сниженным настроением, усталостью, апатией, безинициативностью, потерей мотивации. Чтобы этого избежать, можно применять способы, которые мы перечислили в этой статье. Эндорфины помогают противостоять стрессу, оказывают обезболивающее действие, участвуют в мыслительных процессах и формировании эмоций. Эти вещества играют важную роль в борьбе с депрессией, тревогой, повышают активность и мотивацию. Эндорфины участвуют в регуляции возбуждения и торможения в головном мозге, например, при столкновении с опасностью они переводят организм в режим повышенной готовности, а после устранения стрессового фактора успокаивают нервную систему, приводя ее в равновесие. Если вы чувствуете эмоциональный подъем, это заслуга эндорфинов. Они синтезируются в головном мозге после тренировки и во время оргазма, позволяют получать удовольствие от вкусной еды, хорошего кино и любимой музыки. Без стабильной выработки эндорфинов невозможно вести активный образ жизни, поддерживать высокую самооценку и достигать поставленных целей. Его дефицит провоцирует развитие бессонницы и нервных расстройств, способствует формированию зависимостей. Хорошая новость, вы можете заставить организм вырабатывать больше эндорфинов. Для этого есть несколько способов, которые доступны каждому. Физические нагрузки. Умеренная физическая активность стимулирует синтез эндорфинов, улучшая настроение и поднимая самооценку. Гормоны счастья начинают вырабатываться после 30 минут занятий. Найдите вид физических нагрузок, который приносит вам удовольствие. Подойдет даже простая прогулка, она снизит уровень кортизола и зарядит эндорфином. Танцы, плавание, фитнес, растяжка, ваши союзники в борьбе с острисом. Экстрим. Вы никогда не задумывались, почему многих людей так привлекают экстремальные виды спорта. Прыжки с парашютом, скайдивинг, головокружительные аттракционы, сноуборд. Все это отличные способы не только пощекотать нервы и проверить себя на прочность, но и заставить мозг вырабатывать эндорфины. Хобби. Рисование, готовка, шитье, чтение книг и просмотр кинофильмов, подойдет любое увлечение, которое приносит вам положительные эмоции. Занятие любимым хобби помогает повысить уверенность в себе, чувство удовлетворенности, уменьшить тревожность и проявление депрессии. Немалую роль в этом играет выброс гормонов эндорфинов. Ванна. Водные процедуры помогают расслабиться и освободиться от тревожных мыслей. Все благодаря выработке правильных нейромедиаторов, в том числе эндорфинов. Добавьте в ванну пену, зажгите ароматическую свечу, включите спокойную музыку и наслаждайтесь мгновениями наедине с собой. Секс. Интимная близость запускает выброс окситоцина, который дает ощущение покоя и удовольствия. Гормоны дофамин, серотонин, эндорфин и окситоцин – это группы химических соединений, отвечающих за эмоциональное благополучие. Во время оргазма высвобождается эндорфин, который вызывает чувство эйфории. Впрочем, чтобы активировать эндорфиновую систему, не обязательно заниматься сексом с партнером, мастурбация помогает в этом ничуть не хуже. Полноценное питание. Недостаток витаминов и минералов сказывается на способности организма вырабатывать гормоны счастья. Добавьте в свое меню продукты антидепрессанты, бананы, авокадо, миндаль и грецкий орех, ягоды, горький шоколад, лосось, специи. Справиться с выраженным дефицитом микроэлементов поможет прием поливитаминов и БАДов, назначенных врачом после сдачи анализов. Медитация. Регулярные медитативные практики запускают стабильно высокую выработку эндорфинов, налаживают сон, дарят спокойствие и самообладание, снижают раздражительность. Вы можете начать медитировать с помощью специальных приложений для смартфона или читая книги о техниках осознанности. Солнце. После принятия солнечных ванн возрастает уровень витамина Ди, который участвует в синтезе гормонов счастья. Чтобы почувствовать себя лучше, прогуляйтесь в ясный день или просто позвольте себе понежиться в солнечных лучах, выйдя на балкон. Можно сходить в солярий, но только убедитесь, что у салона есть документы, подтверждающие своевременную замену ламп. Если у вас светлая кожа, в первый сеанс не рекомендуется загорать дольше 3-5 минут. Смех. Когда вы чувствуете усталость и упадок сил, стоит хорошо посмеяться. Включите хорошую комедию, посмотрите смешные видео на YouTube или похихикайте над мемами. Общение с забавными и умилительными домашними питомцами тоже отлично поднимает настроение и снимает стресс. Массаж. Во время массажа выделяются серотонин и дофамин, снижается уровень кортизола. Даже после 15-минутной процедуры происходит выброс эндорфинов, в результате чего вы чувствуете себя более счастливым и расслабленным, уходит напряжение и отступают тревожные мысли. Ароматерапия. Для выработки эндорфинов полезны как бодрящее, так и расслабляющее эфирное масло. Выбирайте по потребности в текущий момент. Ароматы лаванда, герани, мята и мелисы помогают успокоить нервную систему. А бергамот, эланг-эланг, цитрусовые зарядят энергией и придадут бодрости. Можно добавлять эфирное масло в крем для тела, заправлять им аромалампу или диффузор, а можно купить ароматические свечи. Эти три нейромедиатора тесно связаны в сложную систему регулирования эмоций и физиологических процессов. Если падает уровень одного из них, снижаются и другие. Разберемся подробнее, какие функции выполняет каждый из гормонов счастья. Как мы уже говорили, спорт – прекрасный способ заставить мозг вырабатывать больше эндорфинов. Причем он имеет и моментальный, и отсроченный эффект. Эндорфины выбрасываются в кровь после достаточно интенсивной тренировки, чтобы уменьшить боль в мышцах, побочным эффектом этого является ощущение эйфории. Физическая нагрузка приводит в порядок мышцы и нервы, способствует повышению самооценки, улучшает работу головного мозга, нормализует сердечный ритм и ускоряет обмен веществ. Занимаясь на регулярной основе, вы обеспечиваете стабильно высокую выработку гормонов счастья эндорфинов, серотонина и дофамина. Многие считают, что чем больше радости и удовольствия, тем лучше. На самом деле повышенный уровень эндорфина, а также его ближайших родственников, серотонина и дофамина, может быть опасным. При постоянном и слишком интенсивном ощущении восторга мозг работает на износ, что впоследствии может вызвать откат, когда истощенный организм начнет экономить гормоны радости. Результат – упадок сил, апатия, ощущение тоски, агрессия, тревога и раздражительность, как при похмелье. Неестественно приподнятое настроение может привести к развитию психических расстройств, например депрессии или являться симптомом ментальных болезней. При сильно повышенном эндорфине отсутствует критичность. Человек чрезмерно оптимистичен, оторван от реальности и плохо контролирует свое поведение. Редактор субтитров А.Семкин